Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня мы проведем с Тосей анбоксинг Bloodborne для PlayStation 4, пресс-киты, которые прислали на днях. И я могу сказать, что это, наверное, самое красивое издание всех, что я когда-либо видел. Такое не купить, его рассылают только прессе, поэтому давайте с вами посмотрим, что это такое. И я думаю, что снимать мы будем сверху, потому что, если я вам буду его показывать вот так, ну, вы можете, конечно, оценить, но в кожаном переплете огромная-огромная книга, в которой находится арт-бук и много всяких разнообразных вещей. Ну, собственно, давайте перейдем лучше к камере сверху, и тогда я более подробно расскажу вам и покажу, что, собственно, тут есть. Ну, собственно, так вот оно выглядит. С одной стороны, здесь у нас сделано чуть ли не как походный планшет, у меня у папы был такой армейский. Такие вот, короче говоря, были интересные штуки. Выполнено все просто замечательно. Прошивка, петли, кольца, замочки, все просто офигительно. С этой стороны, соответственно, у нас вот такой. Давайте открывать. Хорошо, ремень снимается, и мы попадаем, собственно, в святая святых, в набор за прессы, который у нас состоит, в первую очередь, из арт-бука. Называется Art of Yarnham, а Yarnham — это город, который, собственно, представлен. То есть, как в Dark Souls, допустим, Andedburg, здесь представлен Yarnham, город, по которому вы бегаете. Арт, который выполнен в фирменной стилистике Hidetaki Miyazaki, который, собственно, занимается этой игрой, как занимался серией Demon's Souls, как занимался серией Dark Souls. Поэтому насчет дизайна, как минимум, здесь волноваться не стоит. Ну, собственно, это и так, знаете, потому что, ну, я думаю, трейлеры все видели и тому подобное. Насчет дизайна в игре все очень хорошо. Ну, и арт в лишний раз, в лишний раз это демонстрирует. Не знаю, я сегодня только проснулся, еще к нам приехал курьер, поэтому вот мы с вами... О, господи. Вот мы с вами и смотрим это дело. Такой арт-бук. Давайте положим его в сторону. Далее у нас идет, насколько я понимаю, блокнот, в котором можно делать записи. Ну, да, соответственно, блокнот, в котором можно отмечать пометки, можно писать, как убивать того или иного босса, а можно применить его для своих целей. Для рецептов. Для рецептов. Здесь даже есть вот такая закладка. Ну, в принципе, такая штука. Я думаю, здесь-то пригодится. После этого мы, собственно, снимаем окончательно весь этот ремневой набор. У нас получается вот такая здоровенная княженция порождения крови. Давайте ее открывать. From Software. Я вверх ногами просто плохо вижу. Здесь у нас коробка, в которой нет ничего. И диска, и ничего. Здесь, кстати, на самом деле, вот эта страница. Я просто помню книжку, скажем, по Алану Вейку или по Фейблу второму, если кто помнит такое дело. Там тоже были книги, но открывая книги, вы понимали, что они просто как картонки, как коробочки, в которых там уже лежали диски. Здесь, япона-мать, настоящая книга с кучей листов. И это просто, я, честно говоря, удивлен. Удивлен очень сильно. Такому качеству проработки деталей я совершенно не ожидал. Ну и здесь лежит он, виновник торжества. Собственно, диск, для которого я, наверное, найду Blu-ray. Бокс, чтобы, собственно, положить. Bloodborne для PlayStation 4. Review Code. Ну, собственно, на момент, когда вы это смотрите, игра, скорее всего, выходит в 12 по Москве, наверное. То есть она еще не вышла. И таким образом мы с вами посмотрели на пресс-кит для игры Bloodborne, который состоит из игры, из самой, наверное, красивой обложки для игры на свете, из арта ярного и, собственно, из блокнота. И все это оформлено просто в шикарном ключе с ремнями и разнообразными замочками. То есть игра выполнена в формате стимпанк и даже по оформлению вот этого артбука это чувствуется. Такой был, собственно, анбоксинг. Надеюсь, вам понравилось. Буквально через несколько минут, а возможно, часов мы приступим к прохождению игры. Но пока что все. Я надеюсь, вам было интересно. С вами Блор Тур. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok